Инфекционный корпус, построенный при Могилёвской больнице номер один, начал принимать пациентов. Напомним, что во время пандемии коронавируса было принято решение существенно модернизировать инфекционную службу Могилёвской области и создать современный медицинский центр. Бывшую инфекционную больницу закрыли, и вот уже новый корпус, похожий на многопалубный корабль, соответствует всем требованиям оказания инфекционной помощи. Подозрения на инфекционное заболевание? Теперь скорая помощь везёт такого пациента по новому адресу – в инфекционный корпус Могилёвской больницы номер один. Вот и новые пациенты. Согласитесь, когда малыш заболевает, мама, как правило, теряет даже сон. И чтобы не допустить осложнений, не противится госпитализации, тем более что в комфортных условиях выздоровление наступает быстрее. Жить можно. Всё индивидуально, холодильники, душевая, всё для деток, всё сделано. Ну, нам нравится. Но желательно сюда не попадать. Как бы оно хорошо не было, лучше дома. Медики активно обживаются на новом месте работы. В инфекционном корпусе увеличено количество коек. По-новому здесь организовали и приём. Пациенты, которые доставляются бригадой скорой помощи, либо обращаются сами, приходят в регистратуру приёмного отделения, в отличие от, как раньше у нас это был, приёмный покой, который входил в состав приёмного отделения номер один. Далее медицинским регистратором через улицу каждый пациент изолированно отправляется в один из приёмных боксов, которых у нас на нашей базе шесть всего. В том числе один имеется изолятор, так называемый, в котором может проводиться приём пациентов с особо опасными инфекциями, либо диагностически не совсем понятных пациентов, которые могут находиться там какой-то определённый промежуток времени до выяснения обстоятельств. Респираторные вирусы, в том числе грипп и коронавирус, кишечные инфекции, так называемая ветрянка – здесь теперь лечат все инфекционные заболевания. Под одной крышей работают четыре отделения – два взрослых и два детских. Это очень удобно. А поскольку инфекционный корпус построили при Могилёвской больнице номер один, то при необходимости давать консультации и назначать лечение могут не только инфекционисты, но и врачи других профилей. Свой КТ, свой МРТ, к каждой кровати подведён кислород. В старой инфекционной больнице такого не было. В течение двух с половиной лет мы в основном были акцентированы, наша работа была акцентирована на коронавирусные инфекции. Ну а теперь мы начинаем вспоминать и наши былые, старые инфекции, с которыми работали на протяжении предыдущих лет. Строительство современного специализированного корпуса – это новый шаг в развитии инфекционной службы области. Так отмечают в Главном управлении по здравоохранению обл.исполкома. Этот корпус планирует принимать профильных пациентов и ближайших районов – Белынического, Чаусского, Славгородского, Чериковского и Краснопольского. Остальные относятся к межрайонным отделениям, которые и позволяют сделать более доступной специализированную инфекционную помощь.